Добрый день! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах – от Западной Европы до Южной Африки. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гойстев. Насколько опасна волна откровенно правого и ультраправого популизма в Германии сегодня? Насколько в целом политически более активными стали жители Германии в последние годы и что чаще подталкивает их выходить на улицы? Как происходящее отразится или не отразится на внешней политике ФРГ и на поддержке Германии, Украины, Союза НАТО и на других важных вещах? Какие основные события, может быть даже потрясения, ждут Германию в ближайшие месяцы? Именно об этом и пойдет речь в нашем новом выпуске «Атласа мира». В первую очередь в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в наших аккаунтах в YouTube. В 2024 году Германии предстоит пройти через четыре важные избирательные кампании. Перед июньскими выборами в Европарламент и выборами в Лантаге трех восточных земель – Саксонии, Тюринге и Бранденбурга. Между тем доверие к коалиционному правительству ФРГ падает. Популярность права популистской партии «Альтернатива для Германии» – АФД, наоборот, растет. Немецкие фермеры массово протестуют, а международная обстановка, включая войны в Украине и на Ближнем Востоке и неясный исход президентских выборов в Соединенных Штатах, проще не становится. В минувшие выходные, особенно в воскресенье, в Берлине более 100 тысяч человек, по данным полиции, собрались у здания Бундестага на митинг против правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» и вообще правого экстремизма. По оценкам самих организаторов, к Бранденбургским воротам и на площадь республики в Берлине пришли свыше 350 тысяч человек. К протесту под лозунгом «Защитим демократию вместе против правых» призвали политические партии, движения Fridays for Future, профсоюзы и разные религиозные объединения. Критиковали там и правительство, которое, как утверждают некоторые активисты, действует так, что люди из-за разочарования его политикой примыкают к неофашистам. Одновременно выступающие подчеркивали, что плохое правительство – это не повод выбирать правых. Организаторы призвали всех прийти на выборы в Европарламент 9 июня. Также не менее 80 тысяч граждан пришли на демонстрацию в Мюнхене и столько же в Гамбурге в минувшие выходные. По 20 тысяч участников было зарегистрировано в Карлсруе и Штутгарте, 10 тысяч – в Лейпциге, еще до 40 тысяч – в Дрездене. Как и в Гамбурге, полиция в Мюнхене по соображениям безопасности должна была преждевременно прервать демонстрации, поскольку на нее вышло в несколько десятков раз больше людей, чем ожидалось. В Дрездене полиция продлила запланированный ранее маршрут, поскольку улицы не вмещали всех пришедших. То есть всего 20-21 января по всей Германии на улицы с протестами против правых действительно вышли более 300 тысяч человек. Главным поводом для всех этих демонстраций стала встреча ультраправых на одной из вилл на берегу озера в окрестностях Потсдама. Громкое расследование об этой встрече опубликовала на днях немецкая медиагруппа «Корректив». Участники совещания планировали меры по депортации не только людей без немецкого паспорта, но и граждан Германии иностранного происхождения, которое, по мнению ультраправых, не подходит для того, чтобы называться немцем. Среди участников встречи были и представители альтернативы для Германии. Хотя лидер этой партии, Алис Вайдель, утверждает, что сама ничего не знала о мероприятии. Но при этом она не осудила принятые на нем решения. Участники совещания, конечно, хотели провести параллели с печально известной Ванзейской конференцией, которая также проходила на вилле на берегу одного из озер вблизи Потсдама в январе 1942 года. Во время той конференции высокопоставленных членов руководства нацистской Германии были согласованы пути и средства в рамках плана по тотальному уничтожению евреев. Так что может ждать Германию и ее жителей в наступившем году? Мой сегодняшний собеседник Анна Розе, давно живущая в ФРГ, публицистка и переводчица, постоянный автор и колумнистка Радио Свобода. Насколько опасна волна откровенно правого и ультраправого популизма в Германии сегодня, если судить по тому, какой массовый протест вызывает их деятельность у остальных немцев? Правые были уже давно. И правые партии были, например, Национально-демократическая партия Германии была. И сейчас только что Конституционный суд запретил финансировать ее последователя, другую партию. Волна, скорее всего, это в медийном понимании, потому что об этом очень много говорят. Потому что образовалась партия-альтернатива для Германии. Она представляет оппозицию в Бундестаге, и 20% населения стабильно выбирают правых, вернее, становятся на их сторону. Опасность существует в том, что оппозиция в лице Христианского демократического союза и вообще блока ХДС, ХСС, может перейти в своих требованиях тоже вправо и начать как бы ассимилировать эти требования для своих избирателей, чтобы получить их голоса. То есть пытаться таким образом перетянуть избирателей АДГ на свою сторону и тем самым поправить. Вот сейчас у нас лидер этой партии Фридрих Мерц. На самом деле довольно-таки правый консервативный политик, и в своих требованиях правых он шокирует просто всех избирателей, например, тем, что говорит, что украинские беженцы — это социальные туристы, которые приезжают в Германию из Украины, получают здесь пособия и потом едут обратно в Украину. Вот такие лозунги, слышанные от него, это очень опасно, в том числе опасно и потому, что в преддверии выборов в США, где по всей вероятности победит Трамп, волна правого радикализма перехлестнет на Европу и на Германию. И, естественно, все это опасно для демократии. Анна, а что известно об этой недавней встрече немецких ультраправых на одной из вилл на берегу озера в окрестностях Потсдама, то есть почти в столице? Потому что сразу появляются исторические аналогии с Ванзейской конференцией в нацистской Германии в 1942 году. Вот кто там был сейчас? Чего хотел? И вообще, как такое стало возможным? Главное, как выплыло на свет? Да, это на самом деле довольно-таки необычно, что это вообще выпало на свет, потому что, опять же, ничего нового на этой конференции не прозвучало. Были те же самые принципы и те же самые лозунги, которые мы слышим от АДГ уже на протяжении всего этого времени. То есть депортировать иммигрантов, создать жесткие условия для мигрантов из мусульманских стран в Германии, из так называемых бедных стран из Африки и так далее. И потопить их лучше всего всех в Средиземном море и не помогать им приехать на материк. В принципе, это конференции, это сборище так называемое. Ничего нового не привнесло в политические дебаты, в дискуссию и ничего нового не открыло. Единственное, что это стало большим скандалом за счет такого флера, который они пытались создать. Вот мы тут на озере в Паттаме. Естественно, они хотели параллели провести с фанзейской конференцией. Но хорошо, что этот коллектив медийный, так называемый коллектив, у меня там работает моя хорошая знакомая журналистка, они вскрывают такие скандалы. Естественно, это вывел на поверхность, это попало в СМИ. И тем самым это распространилось, естественно, и в Германии, и в Европе, и по всему миру, как некий такой необыкновенный скандал. Да, хорошо, что это было вынесено на поверхность, хорошо, что это было подхвачено, и хорошо, что реакция соответствующая была. Так иногда бывает, что вот эта сила выплескивается вдруг невероятным образом. И этот коллектив сделал большую работу, потому что надо было внедриться в эту конференцию, послать своего человека там, который бы сидел, все это записывал, чтобы никто этого не заметил, потому что там были очень строгие проверки безопасности, только своих нациков туда пускали. Естественно, это экстремисты, это правоэкстремисты. Вот выгодить ультраправы, у нас их называют правыми экстремистами. Там был австриец, последователь Хайдера, австрийского нациста. И там был какой-то функционер АДГ. Ну, в общем-то, в принципе, там не особо значительные люди были. Эти люди с конспирологическими фантазиями, довольно-таки смешными, но и в этой своей смехотворности, опять же, опасными. Да, вы знаете, над НСДАП сначала ведь тоже в 20-е годы смеялись, пока стало совсем не смешно. Анна, Бундестаг несколько дней назад одобрил закон об облегченном получении немецкого гражданства для ряда категорий иностранцев. В контексте того, о чем мы говорим с вами сейчас, вот это важно? Закон уже давным-давно готовился. И поскольку для многих мигрантов, в том числе и России, он очень важен, забыли, что параллельно был принят другой закон. И в этом контексте он имеет значение, а именно закон правительства об ужесточении условий депортации и содержания в депортационной тюрьме мигрантов. Этот закон был ответом на политику АДГ, то есть АДГ заставило правительство плясать под свою дудку, то есть жестче относиться к мигрантам, именно к беженцам, которые не имеют права получать убежище. Кстати, во время демонстрации, которые были, многие левые критиковали именно за этот закон, который параллельно с законом гражданства был принят. Правительство. И именно этот закон был ответом на требования ультраправых и правых экстремистов. И вот именно это и опасность, что правительство на волне или стремясь как-то ответить на их требования привлечь избирателей, будет править, будет само ужесточать политику по отношению к беженцам, что, естественно, абсолютно негуманно. Анна, а кто вообще составляет массу тех немцев, кому милы взгляды, альтернативы для Германии и других радикальных правых? И почему их позиции наиболее сильны в землях, когда-то составлявших бывшую ГДР, но не бывшую ФРГ? Вот тут только ли современные социально-экономические факторы играют роль? А может быть, нет? И еще и политико-исторические? Да, политико-исторические тоже, естественно. Если бы кто бы знал, как ответить на этот вопрос, политологи гадают. Считается, во-первых, что худшие условия экономические в восточных землях приводят к этому, на самом деле, там столько инвестиций и субсидий потекло, что там и школы лучше, там все, в принципе, инфраструктура лучше. То есть это не ответ на этот вопрос. Второе, там говорили, что безработица, но там уже и безработицы также нет, как и во всей остальной Германии. Важный фактор, конечно, что из одной диктатуры ГДР перетекла в другую диктатуру, у людей совершенно нет понимания демократии. А ДГЭ – это прежде всего угроза демократии, это надо понять. И говоря, кто поддерживает альтернативу для Германии, нужно посмотреть на тех людей, кто не поддерживает демократию. Альтернатива для Германии хочет, на самом деле, и ставить своей целью уничтожение демократического конституционного строя в Германии. Это совершенно ясно. И вот люди, которые не учились демократии, не понимают, что это такое, не знают, как с этим быть и как в этом жить, у которых нет политического образования, естественно, поддерживают вот таких конспирологов. И еще очень важно, я думаю, это синдром жертвы в ГДР. Постоянно, что я слышу и от своих знакомых в прессе, нам очень плохо. Вот пришли западные немцы, нас обманули, у нас все отняли, нас обворовали, и нас оставили, ничего хорошего мы не получили. То есть те люди, которые всеми силами стремились на Запад, смотрели западное телевидение, хотели все это, видели манну небесную, теперь говорят, что вот мы сюда пришли, и нас обманули. И вот те вверху, у меня даже есть подруга, которая постоянно говорит, вот те вверху, вот они нас обманывают, вот мы их жертвы. Потому что люди просто не понимают, что они сами народ, что они сами имеют право выбирать, что они сами имеют право на самом низшем уровне, районном, любом другом областном, заявлять о своих требованиях. То есть вот этого, что ли, понимания, что такое демократия, что ты часть власти сам, и ты можешь на нее влиять, в этих землях ГДР именно и нет. И синдром жертвенности используют естественные АДГ, и поэтому они там и получают такие большие проценты. Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Скоро вместе с моей собеседницей, немецкой публицисткой Анной Розы, мы к вам вернемся. Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотры Ютуба. Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Спотифай. Подкасты «Радио Свобода». А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с немецким корреспондентом «Радио Свобода» публицисткой и переводчицей Анной Розы продолжаем разговор обо всех прогнозах и событиях, которые ожидают Германию и ее жителей в 2024 году. В целом, по вашим наблюдениям, насколько политически более активными стали жители Германии все в последние годы? И что чаще подталкивает их выходить на улицы, тех, кто выходит, и вести разную другую гражданскую и политическую деятельность? Не то чтобы активнее. Активность политическая, она всегда была. Это же тоже демократия. Говорится, люди выходят на улицы, чтобы заставить власти, которые они сами избрали, что-то сделать. У нас в Берлине каждый день по несколько демонстраций, выходные так везде и всегда, и очень много. С этой точки зрения я не могла бы сказать, что люди стали более политически активными. Не видно, что именно на коммунальном уровне, то есть на уровне районов, высокая и великая политическая активность. В Германии миллионы НКО, различных объединений. Об этом, естественно, тоже не говорится, потому что само собой разумеется. И сейчас, да, по прессе, судя, такое ощущение создается, что вот вдруг немцы стали выходить на улицы. Я читала, да, есть анализы политологические, что вроде как немецкий народ просыпается. Во Франции больше намного таких стремлений. Они постоянно по каждому поводу бастуют, выходят на улицы и так далее. Немцы здесь более скромные в этом смысле, более умеренные. Но на самом деле сейчас, когда идет дело о главном, о защите демократии, народ понял, что надо выходить массовым порядком на улице. И вот такие демонстрации, как недавно, по 150 тысяч, 250 тысяч человек на улицах, да, это говорит о том, что дело идет об очень серьезной и важной для немцев вещи, а именно защите демократии. Но смотрите, в последнее время очень много новостей о каких-то невероятных по масштабу участников и по накалу протестах немецких фермеров. Вот у них есть какие-то политические требования? Нет, это нормальные экономические протесты, которые вызваны тем, что им просто отменили все субсидии на так называемое аграрное топливо и повысили ставки на вообще покупки дизеля. Поэтому они просто вышли, чтобы бастовать, чтобы улучшать свои условия жизни, свои условия работы. Политических требований у них никаких не было. Важно просто, что сейчас в политической культуре люди готовы вредить другим. Нет, так сказать, common sense, чтобы вот в обществе, если мы выходим бастовать за себя, то мы с оглядкой это делаем на других людей. Например, сейчас вот бастуют железнодорожники, им совершенно все равно, что у людей большие неудобства. Они просто шантажируют другую часть населения ради своих целей. Это уже тоже тревожно. Это как-то тоже изменение в политическом контексте, если вы это имеете в виду. Судя по всему, на всех политических флангах и на левом, и на правом накопилось немало претензий к нынешнему правительству Германии. Можно их перечислить коротко по пунктам? Это нормальная политическая борьба, есть оппозиция, есть другие политические силы, другие политические голоса, но если говорить о крайне левых или крайне правых, например, их объединяет требование быть более дружелюбными к России. Если мы рассмотрим те требования, которые альтернативны тому политическому спектру, которые есть, каких-то структурных требований не существует, а именно в ключе военной ситуации сейчас у левых требования пойти на мирные переговоры с Россией, перестать поставлять вооружение Украине, и у правых то же самое, но не мирные переговоры, а скорее никаких поставок вооружения и просто дужить с Россией. Может быть, вот этими чисто радикальными требованиями они выламываются из общего политического контекста, там партия Сарова, вагонкнехта или альтернатива для Германии, а так, в принципе, это нормальная работа политического индустрия, гипотические партии слева, справа, в центре. Если в начале 2024 года сейчас делать прогнозы, ну, хотя бы с минимальным горизонтом, какие основные события, может быть, потрясения, может быть, нет, ждут страну в ближайшие месяцы? Вот в 2024 году, я знаю, Германии предстоит пройти через четыре такие важные избирательные кампании. Июньские выборы в Европарламент будут, там, выборы в земельные органы власти, в Лантаге трех земель, опять-таки, бывший ГДР. Это Саксония, Тюрингия и Бранденбург. Да, это называют год супервыборов или суперизбирательный год. И сейчас, 9 июня, первый выбор будет Европарламент. На тех демонстрациях, которые были в Германии, призывали избирателей к тому, чтобы все пошли на эти выборы, потому что раньше было где-то 60% участия. И отдали свои голоса, естественно, против альтернативы. То есть сейчас все силы мобилизуются для того, чтобы спасти демократию и сказать «нет» нацистам, вот их уже так называют, коричневым фашистам, альтернативе. Выборы в трех землях, в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге, тоже опасны тем, что может быть альтернативой для Германии набрать большее количество голосов из всех партий. Тогда будет большая проблема, потому что никто с ней коалировать не хочет. Какие коалиции могут тогда создаваться, если у других партий очень мало голосов? Придется создавать какое-то правительство меньшинства? Или, может быть, все же это самое страшное? Переломятся консервативные партии в свое мнение и согласятся пойти на коалицию с альтернативой для Германии. Это было, конечно, катастрофически бы для Германии, для демократии Германии. На фоне вот этого всего остального невозможно не задать вопрос, как происходящее отразится или не отразится на всей внешней политике ФРГ, ну и особенно на поддержке Германии и Украины, на ее членстве в НАТО, на всех других важных вещах, вплоть до отношений с Китаем. Ну, пока вопросов никаких нет о членстве в НАТО абсолютно. Германия есть и будет членом НАТО. И поддержка Украины также не пошатнется. Это маловероятно, потому что ее поддерживают как и партии коллекционного правительства с ДПГ, СВДП и СОЗ 90-х зеленые, так и партии оппозиции, это ХДС и ХСС, которые сейчас в вопросах уже набирают 30% голосов, то есть самая сильная партия, самый сильный блок. И, видимо, вот эти маргинальные партии левые, они против помощи Украины, но, как ни странно, даже АДГ не поднимает этот вопрос и не ставит это в сомнение пока. Я думаю, что Германия останется при своем стойком убеждении, что необходимо поддерживать Украину, потому что борьба Украины против России это борьба за демократию и борьба за Европу. В вопросах более 60% населения это поддерживает все еще, то есть это демократия, и политики смотрят, их политика у населения поддерживается или сталкивается с каким-то неудовольствием. Да, все граждане ФРГ, так или иначе, или большинство, скажем так, поддерживали и поддерживают помощь Украине. Это самое главное. И тут никакого сомнения не может быть. Я не думаю, что может быть когда-то. Это очень маловероятно. Я не буду делать, конечно, прогнозов, но я уверена в том, что помощь Украине от этого не будет зависеть, так же, как и членство в НАТО. Насчет Китая, политика Германии, насчет Китая, естественно, всегда координируется с политикой США. Это, опять же, тоже будет зависеть от того, кто придет к власти в Америке. Кстати, что касается вообще, вот я про НАТО спросил, оборонной политики Германии. Ну, на словах вроде бы все полны решимости, там, возрождать, увеличивать бундесвер, так сказать, готовиться вообще к самым разным угрозам. Но на деле я знаю там очень много проблем. В первую очередь они связаны с тем, что перед этим 20 лет все сокращалось, урезалось финансирование, никто не был готов к такому развитию событий. Вот на деле не начнут ли нынешние все планы как-то пробуксовывать там из-за волокиты, бюрократии, просто незнания того, как практически это имплементировать, ну или из-за политических потрясений, в конце концов? Этот вопрос, на него очень трудно отвечать, потому что мало кто верит, что в этой сильной Германии, в этой экономической супердержаве абсолютно дилетантская политика по отношению обороны. То есть, да, вы правильно сказали, что годами экономили на оборонке и просто военная машина сошла на нет в ФРГ, потому что все расслабились и говорили, а зачем нам оружие? Но главная проблема не бюрократия, главная проблема не отсутствие воли, главная проблема абсолютно дилетантизм, отсутствие профессионализма в оборонке. То есть, если вы посмотрите, как сейчас закупается вооружение, вы просто рассмеетесь или просто не поверите, потому что в каком-то интернете находятся какие-то странные сайты, в общем-то, абсолютно дилетантские, винтовки не стреляют, танки не ездят. И большая проблема то, что армия теперь профессиональная и очень мало новобранцев, мало кто хочет идти в армию. Несмотря на все кампании по рекламе службы Бундесвери, молодые люди, в общем-то, как-то не стремятся, особо не рвутся туда. Все эти проблемы существуют, и они не новые. Будет ли Писториус успешен в борьбе против этого дилетантизма и непрофессионализма, неизвестно. У нас здесь даже есть пословица, что самый лучший катапульт из политики это пост министра обороны ФРГ. Писториус вот еще на нем удержался пока что. Все это, если и улучшится, то не в самом ближайшем будущем. Бундесвер — это просто объединение хаоса. Так вот оно воспринимается здесь, в Германии. И это головная боль, конечно, каждого коалиционного правительства. И это будет оставаться еще надолго. Весь этот бюджет — 100 миллиардов евро, который сейчас был как бы специальный фонд, который был основан недавно, после начала войны в Украине. Это не самое главное, что приведет к какому-то значительному улучшению Бундесвера. Нужны долгие, серьезные, структурные перемены. И это будет длиться не год и не два, а десятилетия, я думаю. Напоминаю, что это было мнение Анны Розы. Живущей ФРГ, переводчицы, публицистки, постоянного колумниста «Радио Свобода». Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Spotify и SoundCloud до Apple Podcasts или Google Podcasts, iTunes или CastBox. Разумеется, и на нашем сайте свобода.org. В аккаунтах «Радио Свобода» в Facebook и Twitter. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Telegram и наш новый канал YouTube «Радио Свобода Live». Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего доброго, не болейте и мира нам всем. Студия подкастов «Радио Свобода». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова А.Кулакова